Причины осенних болезней Рассматривая причины осенних эпидемий, необходимо обратить внимание на жизненный цикл микроорганизмов. Многие из них с трудом переносят повышенные температуры. Именно поэтому организм человека повышает температуру при первых признаках заболевания. Летом, в период высоких температур поверхности, на которых могут оседать микробы, нагреваются выше показателя температуры воздуха. Да и прогноз погоды указывает температуры в тени. Осенью же температуры падают, что создает на время идеальные условия для распространения бактерий и вирусов. До тех пор, пока не станет слишком холодно. Начало отопительного сезона тоже не сулит ничего хорошего. Во-первых, при жаре дома и холоде на улице повышается риск выйти вспотевшим и получить простуду за считанные минуты. Во-вторых, организм человека с трудом адаптируется к таким сильным перепадам температур по несколько раз на дню. И в-третьих, батареи высушивают воздух, сильно понижая его влажность в помещениях, что приводит к пересыханию слизистых. Могут ли гормоны вызывать снижение иммунитета? Установлено, что в период резко снижается выработка мелатонина, который генерируется эпифиозом головного мозга. Какие болезни могут возникнуть осенью ангина? Гланды, расположенные в ротовой полости, – это главный барьер между микроорганизмами, проникающими снаружи, и организмом человека. В их бороздках циркулируют лейкоциты, уничтожающие болезнетворные бактерии. Аденовирусная инфекция. Она выражается увеличением лимфоузлов, повышением температуры до 38 градусов, слабости и головных болей. Римматические болезни. Выражаются в припухании суставов, болях при попытках двигать ими других сопутствующих симптомах. Цистит или пилонефрит. Органы нижнего таза сильно реагируют на пониженные температуры. Эти воспалительные заболевания выражаются сильными болями в пояснице, в нижней части живота. Как не заболеть осенью? Необходимо носить с собой зону, держать ноги в тепле и сухости. Стоит почаще мыть руки и не контактировать с больными людьми.